Вот мы подходим к Аспазии. У нее был день рождения и много-много цветов. Очень красивое место. Вот. Аспазия, здравствуйте. Вы знаете, кто такая Аспазия? Да, знаменитая вдохновительница и возлюбленная древнегреческого правителя Перикла. Но не все знают, что была и вторая, назвавшая себя в ее честь. Урожденная Эльза Эмилия Розенберг – величайшее явление в мире латышской поэзии, литературы и драматургии. Аспазия – ее творческий псевдоним, выбранный Эльзой еще в юности. Рожденная во второй половине XIX века, эта невероятная женщина и человек до сих пор удивляет нас современностью размышлений и глубиной своих чувственных переживаний. Аспазию сегодня переводят на многие языки мира. Мне лично близки поэтические переводы нашей современницы, русской поэтессы и музыканта Елены Валерьевны Еременко. Вот один из них. Аспазия. Какие же мы одинокие. Стихотворение было издано в 1936 году и вошло в сборник «Разбросанные розы». Усталый балаган, скрипучая повозка, мы сетуем опять на прелести судьбы. Дорога, как всегда, умощена навозом. И свой тоскливый груз мы тянем, как рабы. Ну неужели ж нам пристало прикословить? Из каменных веков мы все дошли сюда. Не стоит проклинать, тем более злословить. А тех, кто старше нас на долгие века. Здесь каждый одинок, хоть суета повсюду. Здесь можно умереть на камнях средь толпы. Но все ж горит огонь сквозь дел ненужных груду. И кто захочет, тот отыщет в ней цветы. Кто в этот мир пришел, как пламенный разведчик. Кто ищет смыслы, тот однажды их найдет. Тому судьба единственной совечи. Тот, разбиваясь в прах, вставая, вновь идет. И до тех пор, пока повествование длится, Величественность дела мы осознать должны. И не почину нам родством с Творцом кичиться, Пока на карусели лишь мелкий винтик мы. Да разве ж знаем мы, кто рвет цветы снаружи? Кто их сажает вглубь? Вздыхая по весне, давайте ж помогать, Протянем руки дружно, чтоб утром прорасти В прекрасном новом дне. Растопим злые льды, сорвем земные путы, Осознанностью душ направим вверх поток. Одновременно все мы ход вещей нарушим, Чтоб расцветал, не газ в руке Творца цветок. Людская толчая, постылые заботы Не позволяют нам понять, прекрасен мир. Иначе б навсегда мы бросили работу, И цепи разорвав, познали счастье миг. Универсальных мук настырное упорство Приводит нас туда, куда инстинкт зовет, Где даже речи нет о гранях первородства, Где никогда ничто уже не расцветет. Так тянется спектакль от века и до века, Сжимается земля под натиском имен, Идут, жуют стада с обличием человека, Стирая пыль и кровь с развернутых знамен. Сознание – алмаз редчайший во вселенной, Но бессознательность сегодня правит бал, Давным-давно для нас готов подарок ценный, Но бесконечно ждать Творец уже устал. Уж и его душа испытывает муки, Когда он, как олень прекрасный, к нам спешит, Но мы к нему в ответ свои не тянем руки, И вот уж на земле он раненый лежит. Как одиноки мы в безудержных скитаниях, И как не выносим безумий наших гнет, И сколько нам еще метаться в испытаниях, Когда уже поймем, мы все один народ, Когда мы прекратим друг друга ненавидеть, Когда вражду уймем и распри на конец, То сможем без труда услышать и увидеть Всю драгоценность жизни, что дарит нам Творец. Какие же мы одинокие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова